Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем выращивать драконов в игре под названием Day of Dragons. Конкретно сейчас мы будем играть за огненную виверну. Она понравилась многим даже больше, чем плазматический дракон, потому что она, типа, более ужасающая, устрашающая. Ну, в общем-то, да, в ней тоже определенно что-то есть, она выглядит красиво. Да, родился я снова возле какого-то оазиса, но, по-моему, этот оазис отличается от того, что было раньше. Ладно, ой, я видел дракона. Давайте сперва посмотрим, что она умеет. Ну, да, довольно прикольные звуки. Также она, разумеется, умеет кусаться, но пока не умеет пулять огнем, как вон тот старший товарищ, находящийся спереди. Спереди. Впереди. Не знаю, сколько времени ему потребовалось, чтобы обрести такую мощь, но я отправляюсь к нему, надеюсь, он меня не будет трогать. А малышей вообще нету, между прочим. Ни одного малыша. Я пока, по крайней мере, не вижу ни одного малыша. Я люблю малышей. Я люблю с ними общаться. Я люблю с ними прыгать. Но пока что-то как-то их нету. Да, и если малышей тут нету, значит и еды... Блин, они красиво парят в воздухе. Значит, и еды мне не видать в ближайшем будущем. Это довольно печально. Ой, как классно, они пикируют вниз. Да, видать, вся движуха... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вся движуха находится сейчас конкретно там. Что ж, великие драконы, встречайте меня, я бегу к вам. Блин, так хочется научиться летать, а? А... Почему? Почему мне не пускают воздух? Пожалуйста. Пожалуйста. А-а-а-а-а-а. А как? А как? И вроде как говорят, пока в игре нет возможно... Ой-ой-ой. Да что вы творите-то? Зачем? Вау, да зачем же вы подожгли его? Офигеть. Эм, это довольно жестко. Блин, как-то странно меняется время суток. То день, то ночь, то еще что-то. Блин, они повалили еще одного дракона. И, по-моему, стреляют огнем именно огненными шарами конкретно плазматические драконы. Мне кажется, что это они, судя по раскраске и форме. А, например, огненная виверна, она будет, ну не знаю, как из погнемета, да? Шмалять. В общем, непонятно пока. Так, он умер или не умер? Я все-таки надеюсь до конца, что он будет жив. Нет. К сожалению, недры его хоть и объяты пламенем, но в сердце пламя давно потухло. И он пал жертвой вот этих двух сволочей. Зачем же они напали на него? Жесть, непонятно. Так, ну что, будем отправляться дальше. Там еще один труп валяется. Тут еще трупы. Да, что-то мне не кажется это место супербезопасным. И, наверное, стоит куда-то перебраться. Только вот куда? Карта здесь очень большая и что-либо найти на ней будет сложно. Ладно, не побегу к тому трупу. Он стопудово уже труп. Я лучше попытаюсь перекусить тем трупом. Ведь кушать мне потихонечку уже хочется. Так, он исчез. А, нет, не исчез. Вон, смотрите. Эти бандиты. Эти разбийники. Они сидят там, что-то обсуждают. Готовят новое нападение. Надеюсь, не на меня. Так, сэ. Я малыш, я просто откушу от тебя кусочек. Могу ли я откусить от тебя кусочек? Да, я его уже кушаю. Жаль, что нету какой-нибудь крутой анимации, показывающей, что я отрываю куски. Но я думаю, что разрабы, если не бросят эту игру, у нее офигительные перспективы. Главное, чтобы они действительно ей занимались. Хотя на этот счет есть некоторые сомнения. У вас, у меня, у всех. Блин, ну мне нравится, как это выглядит. Очень красиво. Посмотрите, какой вид. Как будто фильм какой-то. Ну, очень же круто. Он так щурится. Мне, мне... Там кто-то был. Это был малыш или это был большиш? По-моему, это был маленький дракон. Не, это был большой дракон. Он просто летел. Летел за бархан. Ах, освещение классное. Ну и оптимизация пока немного страдает. Опаньки, а спереди это что? Это, случайно, не еще один оазис? Посмотрите, вон там вот. Я пытаюсь заглянуть, но... Непонятно. Нет, это не оазис. Это просто какие-то скопления песка или камня. Такие же вон там есть. В общем, жаль, но туда двигаться мне смысла нет. Побегу к оазису. Организую там свое место жития. Своё маленькое гнездовье драконье. И буду ждать, пока появятся малыши. Может быть, на кого-то из них я нападу. Может быть, кого-то из них я съем. Но пока нет. И да, друзья, если вы уже знакомы с этой игрой и что-то в ней освоили... Ах, красиво, посмотрите. И что-то в ней освоили. Напишите, пожалуйста, об этом в комментах. И я бы хотел перенять ваш бесценный опыт. Потому что у меня этого опыта, ну, в общем-то, нету. Я играю второй раз. Да и первый раз играл недолго. Надо будет основательно засесть за игру и попытаться вырастить действительно большого чувака. Ой, он приземлился. Это виверна, друзья! Это огненная виверна! Уж точно она меня не тронет! И это еще одна огненная виверна! Так, может быть, разбойниками были не плазма-драконы, а огненные виверны? Или это другие? По-моему, у них хвост отличается. И тот, что спереди, он тоже голубенький, как и я. Или бирюзовый. Стой! Не беги, я буду твоим сынком! Так, кто это стреляет? Да, это плазма-дракон стреляет огненными шарами по моему батьке! Зачем он такой? Зачем он такой плохой? И нафига он все это устраивает? Какого черта? Он очень жесткий! По всей видимости, этот плазма-дракон. Прицельными выстрелами, словно из пушки, он валит всех, кто не принадлежит к его виду. Блин, я хочу поучаствовать в этом сражении! Это выглядит суперэпично! Офигеть, как это круто смотрится! Пью-пью! Настоящая война истребителей! Отлично! Прямое попадание по моему дракону! Интересно, какой геймплей в полете? Очень-очень хочется узнать! Я маленький сурок сную туда-сюда! Ищу чего-то! Пить, кстати, здесь вроде как не надо пока! Ну, хотя нет, смотрите-ка! Я, похоже, понял, где полоска здоровья, где полоска еды и где полоска всего остального! Похоже, полоска здоровья, она зеленая, что странно, полоска еды красная, а полоска еды голубая, потому что у меня расходуется потихоньку красная полоска, хотя, в общем-то, я и не пострадал ни от чего, но она расходуется. Видимо, это и есть голод, а когда я перекусил своим старшим братом, полоска заполнилась вновь. Такие, в общем-то, дела. О, я пропускаю настоящую эпическую баталию! А что они не поделили? Можно даже пока прилечь, восстановить немного энергии. Что они не поделили? В чем их проблема? Зачем? Наверняка они растили своих драконов очень долго, и вот они решили от них избавиться? Вот только меня интересует, есть ли драконы умеют извергать пламя? У них же 100% должна быть огнеупорная кожа, кожура, чешуя. Вы понимаете, о чем идет речь. Так, кто-то торчал? Или это мой дракон издает звуки? В общем, вы поняли, да, о чем суть? Как они могут друг друга поджигать? Они же драконы! Непонятно. Нет, я слышу звуки. Да, видимо, мой дракончик просто храпит, потому что, ну, никого другого я не вижу поблизости. И разобрать отсюда, кто где и кто побеждает, где какая команда, довольно сложно. В Айле, ну, было более-менее понятно, да? Какой это Динас и... С кем он сражается? Здесь же вот совсем другая история. Ладно. И думаю, многие после выхода этой игры из Айла перешли сюда. Я не то чтобы думаю, я уверен в этом. Так, ладно, обойду еще раз оазис по периметру. Что-то сегодня мне не особо везет на других сородичей. И все-таки ночь наступит? Или опять ее отключат и будет день? Ах, а труп все еще лежит. И понятно, наверное, становится, почему разрабы выбрали в качестве места событий, да, именно пустыню. Потому что, если бы все выглядело вот так, как эти джунгли, просадка по FPS была бы максимальная. Да и сейчас у меня игра работает в районе 30-40 FPS в лучших случаях. В основном это где-то 32-33. В общем, странновато. Вот сейчас 32-33, когда я смотрю сюда. Когда смотрю туда, на небо, 40. На оазис 30-32. Неприятненько. Ладно, поднимусь наверх. Или все-таки нужно идти назад? Назад, назад, назад. В смысле на ту сторону оазиса. Ладно, сейчас посмотрим. Там и еда к тому же есть, а перекусить было бы неплохо. Ой, какой вид шикарный отсюда открывается. Все драконы исчезли. Либо они сейчас забьют на игру, либо попытаются создать новых дракончиков. И они будут малышами, и мы вместе с ними что-нибудь замутим, придумаем, сообразим. Там горы вдали какие-то. Не, ну туда мне точно всываться смысла нет. Я просто тупо не добегу. Потому что и еда там вряд ли будет, и вода. Короче, лучше оставаться здесь. да пробегу здесь по левой стороне дойду до места спавна и блин мне так одиноко стало ну не что никого нету так а можно попробовать прописать вроде команду и посмотреть рост 0.15 прикольно 0.15 чтобы стать большим нужно иметь один рост в смысле единицу да тогда придется расти очень долго и реально нужно прятаться в кустах искать себе добычу только вот добычи никакой тут я не вижу не дичи никакой не бегает ни других малышей драконов одна лишь огромная туша до которой еще нужно добраться это мне не очень приятно ее есть но что не сделаешь ой ради выживания ой печальненько свалился я хотел пробраться по верху но видимо не получится здесь невидимая стена прекрасно просто смогу ли я забраться наверх такс это не круто это не круто я ненавижу такие ограничения видно что забраться можно но что-то тебе все-таки мешает да пойдем вот сюда здесь то точно мне ничего не скинет и мы практически добрались до места спавна он тебе большие туши если это уже ночь не такая уж она и темная кстати но проблема в том что драконов нету ночного видения ночного зрения то есть наверно поэтому ночь такая светлая он луна да это ночь стопудово ночь если бы стемнело больше было бы неприятно так а где все в общем то куда не разлетелись ладно пойду просто кушать что остается делать лежи там лежи отдыхай я сейчас помогу тебе отправиться в мир но и давай главное добраться главное еще несколько шажков интересно у него сильно стоят крылья так вот перемещаться на них наверное да в древности во времена динозавров были похожие да ребята которые тоже ходили на передних лапах но на крыльях сейчас если такие птицы я честно сказать не знаю но по крайней мере не помню уж точно так кушать 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 ну кушать почему ты не хочешь кушать так подойдем здесь кушай давай так он не кушает его во начал перекусывать отлично буквально два маленьких куся два маленьких цапа и да желудок снова полон пора возвращаться к оазису даже отдыхать не буду уже доберусь по-любому у меня это получится давай давай тут финишная прямая ведь осталось чуть-чуть чуть-чуть ладно придется передохнуть отдыхай они так мило засыпают блин как котики реально драконы похоже на котиков ну разве нет по моему очень тоже сворачиваются в калачек начинают храпеть правда котики не особо такие храпят но вот этот парень храпит так хотелось бы иметь домашнего ручного дракона это было бы что-то с чем-то это было бы нечто летать я все еще не умею а жаль прикольно крылья так размываются как-то ночью может быть этот усталости я не знаю ладно друзья на этом мы пока остановимся я честно сказать не знаю куда мне направляться дальше и чё делать чем заниматься пишите в комментах что вы думаете насчет всего этого происходящего буду рад почитать до новых встреч всем удачи пока любите драконов будьте счастливы